Геннадий, добрый день. Добрый день. Геннадий, расскажи про себя, кто ты, кем ты был до того, как ты занялся сетевым бизнесом? Ну, во-первых, родился, вырос я в Узбекистане, в Средней Азии, весь такой город Заравшан, это рядом с городом Учкудуком, то есть все слышали, наверное, пенсию эту, я вот из всех краев. И до 21 года я жил там, учился, работал, заканчивал армию, отложил. Ну, и тогда уже поставил для себя цель выехать в Европу со Средней Азии. Занимался я бурозорными работами, профессиональным был ИТРовским составом, имел право ведения на горные и бурозорные работы. И мне хотелось дальнейшей карьеры, я для себя решил, что обязательно выйду за границу, и там буду учиться и работать. Это была моя цель, моя мечта. Ну, и так получилось, что все, что, наверное, человек действительно думает, он действительно получает. Я уехал в Европу, мне было 22 года, в кармане было 100 евро, но четко цель позволяла мне двигаться вперед, несмотря на то, что пришлось пожить в коробках, не зная языка. Вот, но все общение было только с ним, договариваться надо было только с ним, но и свои определенные действия, собирали свой результат, который, ну, наверное, является для самого меня, наверное, дальнейшим примером. Как я попал в сетевой бизнес? Абсолютно чисто случайно. Это было, наверное, больше на эмоциях. То есть, мне просто понравилась сама идея, идея того, что человек может здесь от месяца к месяцу, от году к году реально прибавлять в своей заработной плате. Естественно, меня это очень сильно привлекло. Вот, в принципе, это так. Геннадий, скажи, а что ты сейчас получаешь от сетевого бизнеса? Ну, в первую очередь, удовольствие. Удовольствие, знаете, в том, что я имею полную свободу в плане своего рабочего времени. Я контролирую и свой рабочий процесс самостоятельно, вне зависимости от всех вытекающих каких-то факторов. Для меня это огромный плюс, потому что быть с теми же детишками дома, ну, что может быть еще дороже своего времени. Геннадий, скажи, а как изменился твой доход? Если взять по сравнению с той работой или бизнесом, в котором ты был раньше и здесь в сетевом бизнесе, он стал больше, меньше? Ну, что касаемо доходов, я никогда это не озвучиваю. Скажу просто, это коммерческая тайна. Но, в отличие от того, чем я занимался, я был и начальником цеха, и начальником производства, скажу просто, что сейчас на порядок выше раз в 10, это точно. Для меня, естественно, это очень положительный результат. И, повторюсь, это самое важное, это время. Время то, которое я высвободил. И я никогда не понимал, что, знаете, только придя в сетевой бизнес, я начал понимать, что я занимался просто времяпрепровождением. То есть здесь я цену каждую минуту, потому что только за эти полгода я совершил 56 перелетов. Такого никогда не было. То есть ты стал более активно передвигаться, ездить? Да, конечно, стал намного мобильней. И сама тема вообще, которая, ну, сама тема наша, те продукты компании, которые у нас есть, они позволяют мне безгранично на международном рынке не просто этим продуктом пользоваться, но еще и продвигать. Для меня это колоссально. За полгода 56 перелетов. А как семья относится к твоим постоянным разъездам, командировкам? Ну, слава Богу, вторая половинка, моя супруга, меня поддерживает. Вообще, моя семья – это моя мотивация. Собственно говоря, это то, ради чего я пришел в сетевой. Для многих, может быть, это будет удивительно, но это ради, именно ради того, почему я здесь. Это именно семья. Потому что безграничные возможности. Здесь ты напрямую зависишь только от своей работоспособности. Насколько ты работоспособен, настолько ты финансово обеспечен. А сразу все получилось? Или были какие-то проблемы? Неудачи? Не то, что неудачи. Были такие моменты, когда реально руки опускались вот так. Вот так вот. И есть ряд моментов, которые тебя постоянно мотивируют, заставляют. И не то, что вынуждает, а я четко понимаю цель, ради которой я сюда пришел. Это то, чтобы быть финансово независимым, получить эту реальную свободу, показать вот эту свободу своим детям. То есть вообще снять вот эти рамки ограничений. Вот, собственно говоря, еще раз, это то, ради чего я здесь нахожусь. Дети, смотря на меня, конечно, они не совсем понимают. Они вообще думают, что я не занимаюсь работой, только летаю, непонятно, в чем занимаюсь. Собственно говоря, также мои однокурсники, одноклассники, там сослуживцы, для них вообще это непонятно. Им кажется, что я работаю где-то в каком-то турагентстве. Ну, вот, как-то так. Геннадий, скажи, пожалуйста, а за твою короткую карьеру в сетевом бизнесе был ли какой-то курьезный случай? Да, конечно, это был даже не то, что курьезный, это был забавный случай. Отгребел Конгресс 2016. Мы все дружно с отеля Корсен, с центра Москвы, с Воробьевых гор уехали в аэропорт Домодедово. Шикарная обстановка, атмосфера. Мы садимся в самолет, летим до Дубая. И один из наших, так скажем, коллег попадает, я сижу здесь, он сидит здесь рядом, и с ним люди, которые вообще к компании никакого отношения не имеют. И получилось так, что самолет в большинстве мест своих был заполнен именно нашими людьми, теми людьми, которые были в компании. И вот этот момент я не забуду, когда эта женщина возвращалась в Суборный, и наш коллега сидит, смотрит на нее, она подходит к своему месту, и она говорит, этих ненормальных, говорит, целый самолет. Говорит, мы не знаем, как мы долетим. В общем, этот парень прикинулся, что он не с нами, и он два часа терпел, сделал вид, что он не с нами, хотя мог бы этих людей подписать и сделать своими клиентами. Можно было им сказать, не подпишитесь, не долетите. То есть это настолько выглядело потрясающе. Эмоциями, наверное, это просто не передать, не рассказать, но атмосфера, ну что там говорить, конгресс, эйфория, люди летят во Вьетнам, ну что может быть лучше, очень сложно передать эмоции, но это было потрясающе. Любишь путешествовать? Очень. Я хочу сказать, что за последние вот эти только два, два с половиной года, я не то что налетал, я посетил больше, наверное, 20 стран, и регулярно это продолжают это делать, и мне это очень нравится. То есть для меня это легко. Плюс, помимо всего, там, это язык, это бизнес, это общение. Ну и самое главное, повторюсь, это показать вот этот формат, передать детям, чтобы они в жизни ничего и никого не боялись, не слушали никого, двигались только вперед. Это очень важно, потому что большинство людей, людей живут, к сожалению, в системе. Геннадий, спасибо тебе за твой опыт, спасибо тебе за твои советы, за помощь коллегам. Желаю тебе, чтобы твоя мечта в самое ближайшее время реализовалась. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok